У нас в гостях директор фестиваля «Наши корни сделаны в Сибири» Наталья Седукова. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Наталья. Мы знаем, что это было большое событие. Проходило оно уже третий год в Ордынском районе. Заявлено было и лекции по истории образования и развития региона, и творческие выступления национальной делегации, демонстрации национальных традиций, ремесел, игр национальной кухни. Все было так? Все было так, все было здорово. Прошел фестиваль 7 июля на гостеприимной базе отдыха Остилиос в Ордынском районе. Там есть такое красивое место в лесу, в бару, прямо на самом берегу. Проводим мы этот фестиваль уже третий раз. Проходит он очень весело, дружно. Мы говорим о дружбе народов прежде всего. Как это выглядело, из чего состояла программа, что сначала, что потом, что увидели в первый раз, что традиционно? Начнем, наверное, с концепции фестиваля. Фестиваль вообще основан, как мы просто говорим, вот наша команда организаторов, на трех К. Краеведение, культура и кулинария. Мы приглашаем делегации национальности. Ну, вообще-то национальные делегации, то есть мы общаемся с главами национальных диаспор, автономий. Мы вначале рассказываем о концепции. На первом фестивале, который состоялся 2 июля 2016 года, у нас было 12 национальных делегаций. Второй фестиваль состоялся 15 июля 2017 года, было уже 15 делегаций. В этом году на фестивале присутствовало 20 делегаций. Растем. Растем, конечно же. При этом у нас в этом году уже было очень много гостей фестиваля, людей, единомышленников, которым интересно подумать, найти историю своей семьи, своих корней, откуда они родом. То есть изначально идея фестиваля была, откуда же мы все родом. Потому что, например, я первое поколение сибиряков. Мои родители сюда приехали, папа нашел работу, я родилась, и я теперь, как бы считаю, коренная сибирячка. И мне всегда было интересно, а какая же моя база, откуда я, какие мои корни. Я очень часто отдыхала у бабушки, потому что родители были заняты, и бабушка прививала мне очень много традиций и культуры русского народа. Я умею шить, вышивать, правда сейчас у меня времени на это не хватает, но тем не менее мне было всегда это очень интересно. Вот, и поэтому мы решили создать такой фестиваль, идея пришла. Я являюсь идеологом и организатором данного фестиваля. То есть кто идею урожает, тот ее и делает. Тогда этот фестиваль будет иметь место. Благодаря фестивалю вы нашли свои корни в национальном плане? Я до сих пор в поиске. Но обычно у нас кровосмешение у большинства. Да. Есть и то, и то, и то. Вы знаете, мы вообще все становимся такие космополитичные, мы не задумываемся чаще всего, откуда мы родом. Мы просто воспринимаем очень много информации, мы же в огромном потоке информации сейчас находимся. И мы должны как бы вычленить те сегменты, которые нам близки, которые нам дороги. А время сейчас так стремительно летит, и когда мы начинаем задумываться о наших корнях, о том, что мы хотим передать будущему поколению. А вот идея нашего фестиваля как раз не просто покопаться в корнях, а именно донести до будущего поколения. Почему нужно оставаться здесь, в Сибири? Что у нас здесь интересного? Посмотрите, какие у нас красивые люди. У нас же все горящие сердца. Если ты любишь свое дело, ты даже не думаешь, сколько часов в сутках. 24 или 25 или 27. Ты просто делаешь, горишь этим делом. И вокруг тебя собираются очень интересные люди. Как именно представляли себя народы? Что больше всего запомнилось? Какие ремесла демонстрировали именно? На что можно было посмотреть? Ну, давайте начнем с того, что это не только ремесла. Прежде всего, каждая делегация, каждая национальность должна была представить небольшой такой сегмент культуры. Рассказать о своих обычаях. И все это донести через культуру свою. Кто-то танцует, кто-то поет. Кто-то делает мастер-классы. И обязательно кулинария, потому что, в общем, и участники, и гости обязательно должны быть сыты и довольны. Ну, конечно. Хлеб и зрелищ. Да, хлеб и зрелищ. Обычно заранее всегда интересуются, а кормить будут? Да, у нас в этом году было 20 делегаций, как я уже сказала. Можно их, конечно же, все перечислить. Ну, можно несколько примеров привести, чтобы коротестник получился. Ну, например, у нас всегда активное участие принимает армянская делегация. Буду просто перечислять по делегациям. Армяне, татары, украинцы, белорусы. Конечно же, русские представлены. Немцы всегда нас поддерживают. Таджики, уйгуры, узбеки, кыргызы. Молодцы кыргызы. Всегда привозят юрту. Стараются очень показать всю культуру свою, аутентичную. Не хочу никого обидеть. Буряты. Буряты обязательно в этом году они готовили. Как же без их пос и буз. Они делали бузы очень вкусные. Вот, конечно. И вся эта кухня разворачивалась прямо вот там на воздухе. Да, на свежем воздухе. То есть что-то готовое провести было нельзя. Все прямо там в процессе творилось. Вы знаете, вот гордость каждого народа приготовить все свежее. То есть мы изначально спрашиваем, что необходимо. То есть кому-то нужны мангалы, кому-то электрические плитки. Вот, то есть мы всем этим снабжаем. И, конечно же, очень хорошо и красиво, когда готовится и свежее ты пробуешь. Ну и что в этом году вы попробовали впервые? Давайте поделитесь с нами с утра завтраком. Я уже хочу закусить. Что-нибудь вкусненькое нам расскажите. Вы знаете, мне всегда худо все попробовать. Но, честно говоря, как организатор и директор фестиваля, я не успеваю попробовать очень много. И потом меня уже руководители делегации стараются чем-то вот угостить. Я бегу, вас кидаю. Лови. Да, и вот все, что я успею поймать, то, наверное, я и пробую. В этом году я попробовала угощение армянской делегации. Попробовала бузы очень вкусные бурятские. Так, что еще? Чак-чак был у татарской делегации очень вкусный. Отличается от магазинного, наверное, родителя. Ой, да вы что, все отличается. Все очень отличается. А у каргызской делегации попробовала несколько национальных блюд. Ну, буквально прям чуть-чуть. Ну, конечно же, дальше русская делегация. Это все где-то помаленечку, помаленечку, но все невозможно попробовать. Это все было для участников и для гостей. Поэтому я думаю, что если бы было бы у нас, например, была бы серия передач, да, вот таких вот интервью, и вы могли бы пригласить каждого руководителя национальной делегации, они бы, наверное, вам побольше рассказали и о культуре своего народа. Это отличная идея. Мы подумаем на это. Спасибо, Наталья. Кстати, еще о подробностях для гостей. Были ли какие-то интерактивные моменты, где можно было прикоснуться к культуре, да, что-то попробовать надеть на себя или что-то попробовать поделать из ремесел? Или все вот только посмотрите? Конечно, все можно было попробовать своими руками. Было несколько мастер-классов представлено. И так как мы приглашаем участников и гостей с детьми, наш фестиваль рассчитан на молодое поколение, на молодежь, на детей, потому что дети должны видеть и впитывать. Я, например, с прошлого века, да, я родилась в прошлом тысячелетии, как говорит мой сын, и я еще успела коснуться очень многих культур. А я думаю, что сейчас молодое поколение, им очень интересно посмотреть, допустим, из чего состоит национальный костюм, что можно попробовать своими руками. Плетение из бересты было, потом вылочные изделия, можно было там что-то разрисовать, пэтч-ворк. То есть было очень много мастер-классов, и даже очень трудно все перечислить, потому что каждая умелица привозила самое лучшее, что она умеет делать, и доносила это до детишек. Детишки даже в очереди стояли на некоторые мастер-классы, в следующем году обязательно расширимы. Вот, в следующем году, хотела спросить, есть уже какое-то видение, какие прибавятся народности, или прибавятся ли... Дискотека добавится. Поделитесь планами, да. Дискотека, кстати, есть даже под национальные... Вот, вот я хотела... Под национальные песни. Вы знаете, я посмотрела, так красиво танцуют, и так красиво смотреть, когда именно смешение национальности танцуют под, допустим, традиционную, вот я смотрела, гыргызскую песню. То есть, ну, народ очень интересуется культурой других народов. А в следующем году? Я сейчас скажу, вот, каждый год у нас есть базовая программа. Эта базовая программа всегда состоит из концертной программы. Обязательно у нас присутствует краеведческая лекция от краеведческого музея Шаповалов Андрей Валерьевич, сама лично проводит эти лекции. Он очень интересно рассказывает, как мы появились, откуда вообще образование Сибири. Я вам, конечно, могу это все рассказать, но я думаю, что у нас время программы не происходит. Уже прожимает. И в этом году у нас проходил еще Плов-фест, фестиваль плова. Таджики, уегуры, кыргызы и узбеки приготовили плов. Конечно же, у каждой делегации... Медились мастерством. Хит-парад плова. Кто победил? А вы знаете, у нас не конкурс. У нас каждый плов был самый вкусный. А на следующий год, то есть каждый год как эта изюминка. Кроме того, было представление к Ивану Купало для детишек, потому что погода была хорошая, и все это проходит на берегу моря. А на следующий год у нас такая идея провести подиумный показ костюма, чтобы каждый националист рассказал о нюансах и каких-то атрибутах национального костюма, но в современной подаче. Так это дизайнерам надо будет еще подготовиться. О современном своем наряде. Я думаю, что это даже не дизайнеры должны быть, а должен быть традиционный реально костюм, но мы всегда смотрим тексты, чтобы это была очень интересная подача. Здорово. Те, кто нас слушает и заинтересовывается, в следующем июле у вас есть шанс попасть на модель по-уйгурски, белорусски, бурятски и по-грузински. Конечно. Спасибо большое. Все это можно посмотреть на сайте sibirifest.ru, плюс мы в соцсетях находимся, в Facebook, пожалуйста. Директор Межкультурного народного фестиваля «Наши корни» сделано в Сибири. Наталья Седукова была у нас в гостях. Спасибо большое. Спасибо.